Этим летом самарцы обнаружили на Волге неприятный сюрприз. На берег выбросило сотни мальков. Такое явление эксперты называют замор рыбы. Причин может быть несколько. Первое – сброс вредных веществ, в том числе канализационных стоков, но в регионе сброс минимален. И массовую гибель рыб вызвать не может, считают эксперты. И вторая причина – кислородное голодание. В жаркую погоду водоросли размножаются активнее. После 40-градусного пекла в Самаре процесс выработки заменяется поглощением, водоросли цветут, погибают и разлагаются. Рыба массово умирает от удушья, поскольку разложение также использует большое количество кислорода. Среди жертв замора – окунь, платва, щука, лещ, верховка, ясь. У нас возбуждено административное расследование, но по выводу специалистов глав РЭПВОД и научно-исследовательского института Саратовского филиала, это причина естественная. То, что слишком высокая температура воздуха. В основном гибнут окуневые рыбы, именно малюк, которым необходим кислород. Мы постоянно проводим замеры. У нас даже комиссия с глав РЭПВОД, наши сотрудники, потом сотрудники в НИРО, постоянно осуществляем по Волге замеры. Берем на исследование воды, там никаких запрещенных веществ нет. Этим летом температура воды в Волге поднялась до рекордных 28 градусов, что побило значение жаркого 2010 года. Длительные по времени и очень жаркие дни, реально аномальное лето, здесь все понимают, привели к бурному росту сине-зеленых водорослей, которые в одно время суток дают кислород, а в другое время суток его поглощают. И поглощает его очень много. Для малька, который всегда обитает на мелководье, у него это катастрофа. Малек умирает. Экологи видят выход в дополнительном очищении волжского дна и запуске мальков. Это, кстати, традиционная для региона процедура. Каждый год водные ресурсы Волги пополняются новыми особями рыб, что гарантирует нацпроект «Экология». Например, в Винновке в реку выпускают мальков-стерляди. Светлана Кудрявцева, Мария Левина, Константин Головин, Сергей Баскин. События.